Минуло 1 декабря, а значит закончился крайний срок оплаты имущественных налогов за 2021 год. Теперь придется платить не только сам налог, но и пене. Порядок направлений налоговых уведомлений не поменялся. Как раньше, они рассылаются по почте, заказными письмами или размещаются в электронной форме в личных кабинетах налогоплательщиков. Также гражданин может получить налоговое уведомление в любом налоговом органе, либо в МФЦ. Оплатить задолженность по-прежнему можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика. Для этого достаточно ввести реквизиты своей банковской карты. Заплатить налоги также можно и по QR-коду или штрих-коду из налогового уведомления на почте в МФЦ или кассах местных администраций. Начиная со 2 декабря, должникам будут начисляться пени в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка. После этого будет информация о задолженности передана в судебные органы для принудительного взыскания. Жительница Самары Валерия Варава срок уплаты налогов пропустила, поэтому лично пришла в налоговую инспекцию уладить все вопросы. Я была подключена к личному кабинету налогоплательщика и платила за квартиру, но случилось так, что я забыла пароль, я не заходила просто в личный кабинет и он у меня заблокировался. Я пришла, чтобы получить платежку и вовремя оплатить. Если указанные в уведомлении налоги не были оплачены вовремя, то со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее вопросом о регулировании задолженности будут заниматься судебные приставы, которые имеют право принять меры по принудительному взысканию налогов. Судебные приставы будут взыскать за счет денежных средств, которые есть на счетах плательщика, могут наложить ограничения на регистрационные действия с каким-то имуществом. Поэтому лучше уплатить незамедлительно и не откладывать это в долгих ящиков. Кроме того, можно столкнуться с рядом ограничений – замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу. Получить кредит в банке также будет проблематично при наличии налоговой задолженности. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.